Тюменская арена Но и на завершающем сезон чемпионате страны по-прежнему голоден до больших свершений. Первое золото в Сыктывкаре Большунов взял в классической разделке. Тюменец стартовал последним, знал время всех соперников, работал спокойно, наращивая преимущества. В итоге оказался вне конкуренции. Занявший второе место Александр Бессмертных, представляющий Московскую и Кемеровскую области, проиграл чемпиону космические для соревнований такого уровня 40,1 секунды. Уже сегодня в Сыктывкаре пройдет командный спринт. На Олимпиаде Большунов в этой дисциплине выиграл серебро в паре с другим тюменцем Денисом Спецовым. Но там был свободный ход, больше подходящий Денису. Пришли, получается, Денису ждать споты, потому что в российский спринт Денис будет настраиваться на сапету, а Александр Большунов бегут с Глебом Рейкиевым. Всего в командном спринте мужская сборная Тюменской области будет представлена четырьмя дуэтами, а женская – тремя. Ударную пару составят Татьяна Алешина и Евгения Ощепкова. Ждем новых медальных новостей из столицы Коми. Пока волейболисты Тюмени готовятся ко второму туру финала чемпионата России высшей лиги «Б», резервисты проводят дома матчи в региональном турнире первой лиги. И делают это не самым лучшим образом. Стоит взглянуть правде в глаза. Из этого состава ожидать богатой подпитки для основы не приходится. В очередном матче турнира «Тюмень-2» встретилась с дублерами челябинского «Динамо». Руководит местным резервом опытнейший Юрий Короткевич. Пока слепить из этого материала крепкий по юношеским меркам коллектив получается не очень. При в целом равной игре сибиряки трижды подряд провалили концовки. Отсюда итог – сухое поражение и на сей раз. На самом деле кому повезет больше. Кто допускает меньше ошибок, тот и будет выигрывать. На сегодняшний момент, наверное, скорее всего, что это будет решать тренерский совет. Кто из них останется в команде, кто уйдет в большую команду, кто останется в группе спортивного совершенствования. Но я думаю, что львиная доля этих парней пополнит ради студенческого и любительского волейбола. В Тюменском реабилитационном центре «Родник» в течение трех дней проходил турнир по шахматам и шашкам среди слепых и слабовидящих игроков. Подобные соревнования прошли в региональной столице уже в 14-й раз и традиционно собрали представителей соседних регионов. Игры слабовидящих любителей шахмат и шашек имеют свою специфику. Тотально незрячие используют звуковую игру и специальное оборудование. Плоховидящие предпочитают играть тактильно. Они знают инструкцию, они произносят, но далеко не все и не всегда. В основном тотально слепые. Они у нас тактильно на ощупь изучают. У нас специальное оборудование мы закупили, и шахматы специальные, и шашки. Именно для нашей категории часы. Поэтому все это используется. Если кто прекрасно знает инструкцию, они называют ход. Тюменцы встретили гостей хлебосольно и себе оставили лишь серебряные медали. Третьими стали представители Кургана. Победу праздновала команда Челябинской области под острым названием «Жгучие перцы». Шахматам, шашкам и спорту в целом они посвящают много времени. До шашек и шахмат. Ну, так, я победитель по шашкам чемпионата области Челябинской. А ничего особенного. А так, в основном, академическая гребля, в которой я чемпион страны. Это все идет от родителей. У меня мать, мать биатлонистка, чемпионка СССР. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asnta.ru. До свидания.